Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстун и мы вновь играем в Random Dice. Хотя, должен вам искренне сказать, ребята, вот знаете, у меня такая есть тема. Если я начинаю играть в какую-то новую игру, я всё меньше продолжаю играть в какую-то старую. И сейчас я увлёкся в Guardian Tales и стал меньше играть в Random Dice. Но, тем не менее, периодически, там где-то, когда куда-то едешь, быстренько на телефоне можно поиграть. Всё-таки в Guardian Tales я играю только с компа, на телефоне её себе не устанавливал. И смотрите, ребят, какие у меня сейчас результаты. Я действительно тут набил определённое количество PvP очков. Даже вот сундуки не открывал, чтобы открыть его вместе с вами. А, ну тут, в принципе, и так понятно. Здесь ледяной кубик нам дадут. И знаете, и я, ну, в PvP рейтинге, как бы, вот сейчас я уже забрался. Если у меня до этого было там что-то порядка 72% побед, я прям очень хорошо шёл, то сейчас я добрался до такого состояния, что я начал часто проигрывать уже. И мой рейтинг побед там что-то опустился до 60... до 66. Вот. То есть я уже, как бы, упираюсь, мне становится сложнее. Я начинаю чаще проигрывать на 3900 кубках. С какой колодой? Я вот, знаете... Ну, я начинал вот с той колодой, которую показывал в прошлом выпуске. Потом я вот почитал, мне писали, что часто вот хороший вот этот кубик с шипами и как бы железный кубик. Таких каких-то уникальных кубиков у меня, к сожалению, нету, которые хорошо бы подошли в PvP. Именно кубиков я имею в виду, которые дамажистые. Вот это офигенные кубики, но это кубики поддержки. А вот именно ДПС выдающих кубиков легендарных у меня нету. И вот, как бы, смотрите, вот эта пара, железный кубик и ядовитый кубик, они плохи тем, что они бьют случайную цель, как повезет. И если вот, как бы, поезд врагов едет к вам в ворота, первые вагоны уже могут, так скажем, к вам приближаться, биться в вашу стену, а ваши кубики будут бить не пойми кого. Поэтому, ну, как бы, до этого у меня была вот примерно вот такая колода, и здесь что-то еще я не помню. Но в итоге я сюда решил поставить кубик ураганы, чтобы именно он подчищал те вагоны, которые прорываются и идут впереди. В принципе, с такой колодой более-менее сейчас... Ну, вот давайте, как бы, я не буду говорить, как я себя чувствую с этой колодой. Хорошо, плохо в PvP. Сейчас вот вы сами посмотрите на моем рейтинге кубков, как мы с этой колодой справляемся. Тут, на самом деле, еще вот, к сожалению, многое на удачу завязано, да? Насколько часто вам будут выпадать кубики роста? Насколько силен будет ваш соперник? Он, кстати, мог бы сейчас вот это... Почему он не улучшает? Он бы мог улучшить кубик роста до второго. Я думаю, это было бы неплохо с его стороны. Сразу бы получил кубик третьего уровня. Ну, смотрите, кстати, у меня уже есть развитие прогресса. Раньше я вообще, я абсолютно не смотрел на половину стола врага. Я смотрел вот только, знаете, как будто половины стола врага не существует. Я полностью в своих делах и смотрел только на свой стол. Сейчас, видите, я даже смотрю, что там у врага творится. Смотрю, что там у меня творится. Вообще, на самом деле, смотреть, что творится у врага, это дело полезное. Ну, например, само вот это умение. Например, если у вас противник использует вот эту карту, которая уничтожает одну точку на любом вашем кубике. Есть тут такой кубик, да, в ПВП. И вы можете просто видеть, когда он соединяет, вы можете как бы предвкушать этот момент, когда он соединит и специально быть готовым ваши кубики на столе уводить из-под удара. Хотя, если честно, для ПВП я тот кубик не считаю очень крутым. Ну, как бы, мне кажется, такое себе. Так, давайте маленько все хапнем по разику. Сейчас это недорого стоит. И продолжим заполнять наш стол. Пока что, видите, ну, я себя чувствую увереннее, чем мой оппонент. У него там, как бы, как видите, дела сейчас выглядят гораздо хуже, чем у нас. Но мне не нравится, что у него вот этот ураганный кубик. И это, в принципе, как бы мощный кубик. Ну, как, это вот, как мой ураганный, вот этот, который у него, только легендарный, и он круче. Он еще там шанс крита повышает и так далее. Так, что, двушки начнем соединять? Пока что давайте вот... Так, следующий босс маг. Ну, ничего страшного. Сейчас можно по разику все хапнуть еще. Наверное. У меня очень много получилось сейчас ураганных кубиков, поэтому я их опну в первую очередь. Потом, наверное, вот эти кубики шипов. Все-таки они рассчитаны на... Ну, как бы, против большого скопления кубиков. Ну, и теперь вот этих. У парня, у нашего соперника... Ну, у него тоже пока что третий апгрейд максимальный. И пока у нас все хорошо, но я чувствую, нас могут как бы это... Я опасаюсь, что нас могут переиграть, ребята. В итоге. То есть, что сейчас у нас все хорошо, но чем дальше, тем лучше все будет у врага становиться, и нам нужно бы его побеждать уже сейчас. Не давать ему вот этого шанса развиться. Так, смотрите, мы его уже поджимаем. До босса еще далеко, и, судя по всему, он до босса не доживет. Можно еще вот так вот взять, чтобы ему вообще не сладко было. Как бы, чтобы его добить. Сейчас прямо в урон вложится. Блин, но он все-таки отстреливается. Смотрите, одна жизнь у него, черт побери, осталась. О, он еще, смотрите, он что-то залагал. Отлично. Отлично, ребятушки, победа. Ну, вот настолько... Знаете, на самом деле, вот я сейчас, я довольно-таки недавно вот эту колоду взял, которая у меня сейчас на руках, и с ней более-менее начал побеждать опять. Хотя, видите, я PvP-рейтинг насливал. У меня было что-то там типа 72% побед. Я его слил до 66%, что-то там перебирая, пробуя. И сейчас, мне кажется, я, ну, может быть, могу маленько отбить его назад. Ну, сейчас посмотрим. Ну, чем дальше ты забираешься, тем сложнее что-то отбивать, да? Смотрите, что у этого парня. У него много хамелеонов. У него хамелеон простой, хамелеон уникальный. У него кубики роста. И у него кубики заработка. А, видите, и основным кубиком он шестеренку боевым считает. То есть он как бы будет стараться выставлять стол из шестеренок, а все остальные кубики ему будут помогать сделать это побыстрее и помощнее. Ну, посмотрим, насколько его тактика будет работать. В принципе, с таким количеством хамелеонов, наверное, да. Но все равно поглядим. Видите, ему еще с кубиками роста везет. Ему их много выпадает. Мне с ними не везет, поэтому он уже начинает на меня давить. Я чувствую, нам будет тяжело, ребят, в этом сражении. Но посмотрим. Тем не менее, пока что у него только три шестеренки на столе. Видите, ему сложно. У него тут хамелеоны, там хамелеоны. Как бы не получается ему выстроить мощную руку. Мне бы сейчас хамелеончика... Ой, мне бы сейчас кубик роста второго уровня. Вот было бы замечательно. Вот такой вот. Сейчас будем пытаться его найти. Отлично, ребята, отлично. Теперь можно маленько потратиться на улучшение кубиков. И вот видите, мне кажется, сейчас ему уже будет тяжело. Его уже начинает поджимать маленько, да. Хотя, о чем я говорю, у нас примерно равная ситуация. Давайте дайте мне, пожалуйста, кубик роста первого уровня. Я сразу столько их наделаю. Масштабирую. Так, у нас первый босс. Так, босс мне этот на руку, потому что вот почему. Если сейчас мы его успеем убить, будет вообще замечательно. Но мы сейчас не успеем, он еще раз стол поменяет. Да? Да. И, блин, вот этот стол уже не очень. А там, видите, сколько там было кубиков роста на предыдущем столе. Мы могли бы так хорошо его реализовать. Так, сейчас... Отлично. Это просто то, что доктор прописал. И, в принципе, уже все не так плохо становится. Только надо сейчас маленько переждать, пока все эти кубики роста вылупятся в что-то более боевое. Ну вот и отлично, ребята. Я думаю, все. Хотя надо было подождать. Проверить, во что этот кубик роста переродится. Вот сейчас, я думаю, мы его начнем пушить. Ему будет тяжело. У него, видите, у него шестеренки не работают. Они, как бы, их мало на поле боя. Они не все соединены между собой. Его... Как бы его колода не играет сейчас. А наши очень даже. И, мне кажется, все. По-моему, тут его песенка спета. Даже, знаете, даже если он сейчас доживет до босса, а он не доживет до босса, он умрет раньше. Но если бы он даже дожил, но не успев вот это все расчистить, он бы потерял эти деньги, ему бы дальше было тяжелее. Так, отлично, ребят. Еще одна победа. Еще до обеда. У нас там уже серия побед идет. За это нам больше кубков дают. Но чем быстрее ты их набиваешь, кубки, тем сложнее у тебя будут враги. Но тем больше ты получишь наград. Сколько нам, кстати, не хватает? Чтобы открыть вот этот сундук с рандомным легендарным кубиком, нам нужно 3200... А, погоди. Сколько нам нужно? 4000, может? 3200 это денег. А сколько надо-то? Там не видно. Ну, наверное, нужно ровно 4000. Что тут гадать? В принципе. Это и так ясно. Поэтому пойдемте сейчас. Если мы сейчас побеждаем, то мы получаем легендарную карту. Фиг знает какую. Ну, наверное, какую-нибудь такую нормальную. С чего я это решил? Фуфло какое-нибудь сейчас дадут. Блин, мне нужно какую-то легендарку на ДПС. Вот прям не хватает, ребята. Я 10 уровня, враг 11. Чуть дальше меня забрался. Но это не значит, что он сейчас победит. А может и значит. Сейчас узнаем. О, видите, у него этот кубик, который... Ну, я не знаю. Мне кажется, даже звезда... Ну, если там у меня звезда, а у него вот такой кубик, это лучше. Смотрите, у него... Блин, как у него все... Ну, у него сейчас столько кубиков роста выпадает. Это мне не очень нравится. Все-таки элемент удачи тут очень многое значит в этой игре, ребят. К сожалению. Но, как бы, не на одной удаче все строится. Не надо так говорить. А, да, там всем везет, мне не везет. Нет. Здесь, как бы, тактика, она тоже очень важна. Вот, мог же, да, увезти, наверное, успеть. Я не припомню, чтобы хоть раз я из-под огня вот этих мечей успевал уводить свои кубики. От босса, да, там, ну, как бы, который атакует. Но он дольше атакует. Вот, видите, я сейчас вроде даже постарался что-то сделать. Так, 17 секунд до босса. Я пока что ничего не буду улучшать. Я лучше побольше на стол накидаю, чтобы босс что-нибудь там преобразил. Может, я успею кубики роста реализовать, которые он создаст. Я пока что буду апать все, помаленьку. Успей, успей, кубик, успей переродиться до босса. Отлично, успел. Так, ну давай вот это против. Вот ему тоже этот босс, видите, подходит. Он начинает, это, спамить своими атакующими кубиками. Сейчас еще будет. Не успел я. Но этот мне не с чем соединять. Да не с чем соединять. Так, дайте мне кубик роста второго уровня. У меня что, зря три хамелеона лежит? Так. Отлично, спасибо вам большое. Боже, услышал мои молитвы. Но у него там, смотрите, у него тоже кубики роста. О, смотрите, сейчас у него какое будет мощное соединение. Что-то как-то, смотрите, на меня прям идут, а я прям вообще ничего не могу. Так вот, начали отбиваться более-менее. У него так много высокоуровневых кубиков. Я на самом деле, знаете, было бы круто, если бы сейчас какой-нибудь босс был, который уничтожает один кубик. Он ему бы жахнул по какому-нибудь кубику седьмого уровня. Но ведь его тактика, вот это наращивание, она ему не дала результатов. Он уже все. Отлично, ребят. Еще одна победа. Сколько, кстати, уже побед в подряд? Три, да? Три победы в подряд? За это бонус дают. Что, будем сегодня снимать выпуск до первого поражения? Как скажете? Скажете, а вдруг это будет слишком долгий выпуск? Вдруг ты не будешь знать поражение? Смотрите, у нас уже одиннадцатый уровень. Главное у нас, ребята, еще один сундук. Так, это у нас, кстати, ядовитый кубик. Почти можем улучшить. Это хороший кубик, я его использую, по крайней мере, в этом, в экипаж баттл. Так, это все. О, вот этого кубика у меня еще не было. Кубик пламени. Надо будет его посмотреть. Он не так давно в игре появился. И мне не подался. И наша легенда. Ах, ты ж, еще, ну, еще один кубик роста. Ну, как бы, кубик роста это крутой кубик. Но это не совсем то, что я хочу. Правильно? Вы же понимаете, он у меня уже есть. Я его даже улучшить не смогу с этим одним. Я хочу что-то новое, чего у меня еще не было. Мы можем, кстати, еще пооткрывать вот эти сундуки. У меня тут их какое-то количество скопилось за кооператив. Но фиг знает, повезет ли нам здесь что-то вытащить хорошее. Но два раза, два раза я легендарку вытаскивал с этого кубика. Ой, ну, с этого сундука, с картой. Но сколько я сундуков всего открывал. Два ла открывал. И только два раза выпадало что-то. Так что не удивление, что здесь мы сколько там сундука 4 открыли. И ничего не получили. Так, ладно. Мы можем, по крайней мере, пока что пробежаться. Может быть, что-то апнуть. Мы же сейчас много кубиков навыбивали. Но что-то вот прямо из того, что я использую, апнуть сейчас не получится. Ага, погоди, получится. Отлично. Кубик с шипами мы апаем до 9 уровня. Это прямо отличная новость. Ну и другие тоже апнем, потому что когда вы улучшаете кубики, увеличивается ваш критический урон. По чуть-чуть, помаленьку, но это очень помогает. Давайте вот это улучшим. Тем более, пока это дешево. Что он, кстати, дает этот кубик? Самый мощный урон, но уменьшается в течение каждой атаки. Понимаете, вот эти описания, переведенные, не пойми каким, они там в Google Translate заливают. Перевод вообще непонятный. Снижение урона 2%, урон по области 30%. Ребят, просто лучше в комментариях. Кто шарит, я не из тех людей, которые снимают гайды, там вам все рассказывают. Обычно у меня на канале все наоборот. Мне подписчики рассказывают все об играх, а я потом, ну, как бы это повторяю в своих каких-то других видео. Поэтому, ребят, кто шарит, напишите в описании, что это за кубик. Я сейчас выбил. Как бы посмотрим, смогу ли я его куда-нибудь интересно добавить в какую-нибудь свою там PvP-колоду или PvE. Ну, в любом случае, знание того, как работают кубики, оно нужно. Как бы, тут же есть и всякие там случайные арены. И ты, ну, должен понимать, это хороший кубик, он тебе нужен, он тебе пригодится в твоей колоде или нет. Пока что мы медленно идем, но 3 кубика роста на старте, это очень хорошо. У нашего врага ураганный кубик и стол, забитый хамелеонами. Это тоже нам на руку. Хамелеоны сами по себе слабы. То есть он их пока что... Пока что у него стол, забитый хламом. Но то, что у него есть лунный кубик, плюс ураганный кубик, это очень мощная рука. Если он сможет хорошо эти кубики на столе расположить, он, скорее всего, сможет мне не поздоровиться. И вот этого товарища, ребят, надо давить сейчас в начале. Либо есть еще, знаете, такой, как бы, шанс, что, ну, там как-нибудь будет босс, который перемешивает карты на столе. И он все перемешает так, что у него, ну, как бы, не будет получаться там собрать вот этот лунный кубик. Мало кубиков ураганных выпадет. И там вот, как бы, он замешкается. Из-за этого там что-то плохое с ним произойдет. Но это, знаете, это надеется на удачу. А сейчас нам надо действовать. Нам сейчас очень нужен кубик роста, чтобы выпал, чтобы мы могли вот эти все хамелеоны реализовать. Поэтому я пока что даже ничего не улучшаю. Я просто ищу кубик роста. Как только он мне выпадет, этот кубик роста, я начну, как бы, улучшать все. Тратить туда деньги. Но сейчас, блин, но сейчас мне не везет. Что я могу еще сказать? А хамелеоны забивают мой стол. Они слабые. Вот, наконец-то, ребят. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. Вот сейчас можем даже ему вот так показать. И начать маленько вкидываться в улучшение уровня. Сейчас вот эти кубики роста превратятся в что-то еще. Наверняка будет хотя бы один кубик роста второго уровня, да? Мы еще вот это вот так вот сделаем. Все отлично, ребят. Все у нас сейчас идет хорошо. У нашего соперника. Ну, я не знаю. Посмотрим, как идет там у нашего соперника. Главное, что у нас все неплохо. Отлично. Тут и кубики роста третьего уровня у нас появляются. Сейчас, ребята, все прям отлично. Я дальше иду в улучшение. По массовости вот этих точек на поле боя, скажем так, у меня сейчас все хорошо складывается. И мы можем даже, может быть, если... Может быть, я его сейчас смогу даже прижать в этой партии. Мы посмотрим. Может быть, он не доживет до своего босса. Смотрите, я уже как его, как бы, наступаю. И я продолжаю апаться. Но он тут тоже пока что как бы не готов сдаваться, да? Вот этого хамелеона я, скорее всего, совмещу. Но пока я не спешу. Пока у меня и так все хорошо. Но если будет плохо, я его совмещу там вот с этим, может, кубиком. Или с шипами. По ситуации посмотрим. В принципе, мне бы сейчас его задавить побыстрее. Поэтому вот так вот делаем, чтобы прямо давить. И сейчас еще вот так. Ну и все, ребята. Я даже не знаю, ребята. Дальше. Дальше больше. Что ж, я действительно сейчас будем играть. Играть пока не проиграем. Этот выпуск может длиться часами, годами, месяцами. Но, скорее всего, сейчас будет последний бой. Но нельзя же слишком долго побеждать, да? Тем более не сказать, что у меня какая-то слишком мощная колода. Вот если бы у меня вместо ураганного кубика был легендарный. Хотя фиг знает. Легендарный первого уровня или там ураганы девятого, да? Тоже еще такой вопрос. Так. У нас довольно-таки интересный противник. Ух-ух-ух. У него все так красиво сейчас происходит на поле боя. А у меня не очень. И это меня очень смущает. У него прям начало вообще задалось. Но у него, видите, у него все такое шебутное. Такое ощущение, как будто сейчас будет наше первое поражение. И он так хорошо стартовал. Ну, посмотрим. Урон он весь склад оставляет вот на этот кубик. Причем этот кубик, он хорошо играет только когда на нем много точек. Ему надо как бы прямо вперед двигаться. Офига себе у него стол, блин. Мне прям страшно смотреть на его стол. Как у него там все хорошо происходит. И как у меня все плохо. Давайте вот так по разу апнемся. Так, а это мне не с чем соединять. Так, сейчас главное, чтобы он мне кубики роста не снес до того, как они переродятся. Так сказать, не остановил прогресс. Хотя, что я улучшаю? У меня только один кубик. Но у него сейчас, на самом деле, вот несмотря на то, что у него так все хорошо начиналось. Вы видите, как у него сейчас ему тяжело. У него только один, по сути, сейчас дамажистый кубик. Видите, в чем проблема? У него только один кубик, который наносит урон. Это, ну, такие, это саппорты. И мы тупо его давим сейчас. И даже если он сейчас отобьется, он потеряет все деньги, которые были вот в этих кубиках на столе, если он доживет до босса. Давайте попробуем, чтобы он не дожил. Эх, все-таки он доживает. Это очень плохо. Можно было попробовать его убить до босса. Может быть, вот этого хамелеона соединить с чем-то. Ну, ладно. Наверное, я сейчас еще апну за 200, все. Что, ты с боссом не справишься? Серьезно? Слушайте, этот парень таким страшным в начале выглядел, но сейчас у него прям вот... Не удалось у него. Хотя начало у него шикарно выглядело. Ну, видите, он... Вот у него вся колода ставка на один боевой кубик, да? И как бы все остальное в саппорт к этому кубику. Это неплохая стратегия, она часто играет. Но у него она не сыграла. И у него там весь стол забит кубиками, которые не дамажат. Ну, как бы такое, я не знаю. Ладно, пойдемте дальше. Если честно, вот этот кубик, который бьет молниями в PvP... Ну, он такой больше все-таки лейтовый кубик. Ну, не знаю. Так. Первый босс, это мой босс, ребята. Ну, хотя для него он тоже хорошо подходит. Надо же... Ну, ладно. Слава богу, он мне хотя бы сейчас выбил не кубик роста первым, а как бы шестеренку. Угу. У него шестеренки, железный кубик. Ну, не знаю, ребята. Мне кажется... Ну, когда первый босс будет, вот он меня вот этими мечами закидает прямо... Мама, не горюй. Это я предвкушаю. Это будет тяжко. Ну, мне тоже надо заполнить стол. Но, знаете, может быть, даже не торопиться слишком много кубиков выводить на стол. Выводить их после босса. Хотя, какая разница? Он же все равно всех не переуничтожит, а что-то мне все равно снесет, так что нету смысла. Так... Блин, что-то тяжело. Давай вот так вот поможем себе. Маленько. Много хамелеонов, к сожалению, на столе. Хорошо бы их до босса превратить в кубики роста. Да. Сейчас понадеюсь, что будет кубик роста третьего уровня. Хотя до босса уже все равно не успею. Даже если тут будет кубик роста третьего уровня. Если получится его соединить с хамелеоном. Девять секунд. Успеем, нет? Кубики роста превратитесь, превратитесь, пожалуйста. Один успел, второй не успеет, да? Успел. Отлично, ребят. Прямо очень хорошо. Да что ж ты будешь делать? Ну, неплохо. И он меня не так, чтобы прям сильно бомбардировал благодаря боссу, да? Только один удар нанес. Это вообще ни о чем. Так что я тут, ребят, предвкушаю. У меня, правда, тоже не сказать, что мне повезло на кубики роста. Но у меня зато сейчас полностью боевой стол. И может быть это позволит прямо сейчас на него жесткое наступление начать. От которого он не сможет отбиться. У него же здесь гораздо хуже все выглядит, да, чем у нас. Я думаю, мы сейчас просто его пропушим и все. Сейчас я еще апну. Ну, что, апну ураган и апну железный. У меня железных даже больше, да? Тут много с тремя точками. Поэтому их апаю. Вот так делаю и все. Просто его сейчас пушим. И все. Слушайте, я не знаю, ребят, ну сколько побед у меня будет на такой колоде. Сколько можно побеждать? Когда мы уже встретим соперника, который нас остановит. Никакого монтажа, ребят. Все победы идут один за другой. Наверное, так видео и назовем. Там, я не знаю. Пять побед подряд. Шесть побед подряд. Восемьдесят побед. Ну, восемьдесят это было бы слишком. Но посмотрим. Не, я шучу, конечно. Я бы не хотел, чтобы у меня было сейчас слишком много побед подряд. Потому что я хочу, чтобы мое видео было, ну, такое. Ну, полчасика. Я не знаю. Ну, час максимум. Слишком много побед подряд нам не нужно. Но сейчас все так у нас хорошо начинается. Что, возможно, нас неминуемо ждет очередная победа. Знаете, вот эти лазерные кубики, которые у него, я их тоже раньше использовал. Они мне нравятся. Но вот мне даже подписчики говорили, что лазерный кубик сейчас не в мете. Лучше использую вот этот кубик с шипами. И я их послушал. Я же прислушиваюсь к своим подписчикам. И, как видите, ну, вроде не зря послушал. Потому что свой рейтинг ПВП побед именно вот с этим лазерным кубиком я нашибал. Поэтому будет сейчас вдвойне обидно проиграть парню, который использует, ну, грубо говоря, мою старую стратегию ПВПшную против меня. И, допустим, меня ей же и побьет. А я тут столько вам сейчас рассказал о том, как перешел на новую. Но пока что, как видите, все хорошо у меня, все хорошо у него. То есть, как бы... Я бы даже сказал, что у меня все плохо в том плане, что кубики роста не падают. Вот это плохо. Первый босс тоже не мой. Кстати, он не мой вдвойном. Это босс, который кидает не моту. Но и он не мой. Он мне не поможет благодаря кубикам роста там чего-то лучшего добиться. Он мне не поменяет поле, а я бы хотел поле поменять. Так, наверное, я сейчас вот так апнусь под босса. Я, наверное, сейчас все апну за 200. Перед боссом надо было все-таки ураганы, но это не важно. Первый босс... Там, первый бой, он трудный самый, да. А первый босс, он слабый самый. Поэтому его мы в любом случае легко победим. А вот сейчас, наверное, как бы до следующего босса далеко. Мы сейчас начнем соединять в первую очередь. Но в первую очередь мы кубики с одной точкой соединяем. А вот уже кубики с двумя точками в первую очередь мы будем убирать железные. Потому что они все-таки кубики против босса, а до босса далеко. Поэтому в первую очередь освобождаем место от железных кубиков. И надеемся... Блин, ну не везет. Не падают, вот прям не падают мне кубики роста. А мы их очень-очень ждем. Падают уже хамелеончики. То есть... Вот, отлично. Первые кубики роста. И, как видите, все вот сейчас выглядит не в мою пользу. Это меня не радует, конечно же. Кого такое обрадует? Так, сейчас падает больше нам. Че, ребята, вот я даже не знаю, что сейчас бы мне соединить, чтобы мне сейчас апнуть. Давайте апнем шипы. Их много, и они, ну, как бы помогают против толпы. Мне прям не нужен кубик роста второго уровня, чтобы вот этих хамелеончиков реализовать. Если будет тяжко, придется хамелеонов соединять с чем-то другим. Что поможет. Ну, против босса, я думаю, мы справимся. Как бы вот дальше будет тяжко. Давайте вот так сделаем. Много мощных железных кубиков у нас. Так, ладно, сделаю вот так. Вот так. От железных избавлюсь. Не везет, не везет на кубики роста. Очень хочу кубик роста второго уровня. Так, ну, что-то меня жмут, ребята. Давайте тогда вот так. Пока что забудем про кубики роста. А что я улучшил? Их вообще нет на поле боя. И вот это проблема. Это проблема. Мне не нужны ураганные кубики, чтобы отсеивать тех, кто идет впереди. Но первого уровня не нужны. Тяжело, ребятки, тяжело. Ждем пока 330. Так, теперь можно. Так, кубик роста. Ну, видите, тяжело мне сейчас отбиваться. Но и ему, ребята, непросто. Ему тяжелее, чем нам. Он сейчас многое потеряет. Дожать, к сожалению, его сейчас не удастся. И у нас босс. А у меня, ну, я думаю, справимся с боссом все равно. Хотя у меня сейчас мало кубиков вот именно против босса. Давайте я вот так еще сделаю. В принципе, смотрите, у нашего соперника, у него босс, он с ним не справится. У него у босса 46 тысяч хп. У него в основном все кубики против толпы. У него мало, которые хорошо бьют одиночную цель. Вот здесь вот его первые потери жизни. Теперь только дожать. Одну жизнь у него отнять и все. Я, кстати, не понял, он отключился сейчас? Или он как бы оффлайн, онлайн? Что это такое? Это за... А, это когда, наверное, кто-то смайлики сильно много тебя посылает. Чтобы ты ему такое, типа, замолчал. Мне еще кажется, на слабых телефонах из-за смайликов может тормозить. И ты таким образом, там, типа, можешь замедлять противника. Я даже не знаю, что себе выбрать сейчас. Так, давайте вот так, наверное. Так, давайте, наверное, как-нибудь вот так. Ребята, все плохо. Но у него тоже плохо. У всех все плохо, но у меня лучше. Я только не понял, он отключился или нет? Или он все-таки под конец уже АФК был? Как бы... И может быть, только благодаря этому мы и затащили? Ну и слава богу. А, кстати, еще видите, такая фишка, если слабый телефон, да, у противника. И вот там, когда начинается вот это, очень много кубиков на поле появляется, то как бы на слабых телефонах может из-за этого еще тормозить. Ну ладно, что, эта игра, наверное, не так много требует, чтобы прям там у всех телефоны лагали. Но у нее есть какие-то проблемы с оптимизацией. У меня иногда бывает... Вот у меня отличный дома Wi-Fi. Там все, я могу там, я не знаю, фильмы с YouTube, там откуда угодно смотреть без проблем. А, допустим, открываю игру, вот эту, да, Random Dice, и мне высвечивается сообщение, там, у вас там плохое соединение, попробуйте еще раз и так далее. Хотя я, ну как бы, отлично знаю, что с соединением все в порядке, а вот какая-то, ну, фигня у них там есть, из-за чего там какие-то трудности. Именно с входом в игру. А когда уже входишь, все нормально. Так, ладно, ребят, что-то я заболтался, даже, даже, знаете, не обращая внимания, с кем играю. У нас парень с кубиком замораживающим. Ну, может быть, это ему где-то, если вот, допустим, была бы такая же ситуация сейчас, как с моим предыдущим соперником, да. Много кубиков у меня, много кубиков у него, мы оба не справляемся, но его кубики идут медленнее, и поэтому я проигрываю первым. Но... Зато он тогда теряет ДПС, да, то есть, вместо ДПС еще кубика будет кубик подмораживающий. Ну, как бы... Тут, видите, всего 5 кубиков можно выбрать. Тяжело сделать правильный выбор. Ну, то есть, как бы, охоты и то, и то, и как бы, и рыбку съесть, но все сразу не получится, то есть, приходится всегда выбирать. Так, отлично. Кубик роста второго уровня. Сейчас будет босс неприятный, да. У него даже лучше все выглядит, смотрите, он уничтожает прямо. И что, тут какие-то маленькие пролагивания. Так, где у нас двушки-двушки, запоминайте, где кто. Сейчас он будет кого-то... Ну, не с кем мне это соединить. А, вот с этим я мог соединить. Блин, мой фейл. Мог не терять этот кубик сейчас, мог его соединить, увести из-под огня. Очень много у меня сейчас кубиков шипов на поле боя, поэтому я их апну разочек. Очень мало у меня ураганных кубиков, это плохо. Те, кто прорываются вперед, их почти никто не отстреливает. Дайте мне больше ураганных кубиков, пожалуйста. Дайте мне что-нибудь, с чем эти шипы соединить, было бы нормально. Так, появился еще один ураган, и, наверное, сразу их апну. Но, блин, ситуация в целом, ребята, плачевная, вы видите, да. Так, кубики роста, может быть, сейчас маленько помогут с этим справиться. Кубики роста третьего уровня сейчас придется с чем-то соединять, чтобы добиваться. Потому что это... И, понимаете, если ты слишком долго на столе хранишь вот эти кубики, хамелеоны, там еще какие-то кубики, которые должны тебе дать преимущество в будущем, но ты иногда можешь такой профукать настоящий момент и потом уже просто не выплать. Поэтому иногда приходится их соединять раньше, чем хотелось бы. Отлично, сейчас очень много кубиков роста на поле боя появилось. Это такой мой вклад в будущее. Четвертого уровня. Ну, будем надеяться, здесь появится четвертого уровня кубик роста. Я думаю, с боссом мы и так справимся. Так, две четверки, ребята. Попробовать, ну, удачу чисто сейчас попробовать выбить кубик роста третьего уровня. Ох ты, ребята, смотрите, как просто удача. Видите, шанс был один к пяти, но мне повезло. Но теперь надо вот сейчас самое начало пережить, потому что сейчас в самом начале. Ну, вроде нормально. Ну, просто у меня много кубиков роста, я хотел сказать, они не боевые. Все, я теперь просто апаюсь. Апаю все кубики. У меня очень мало сейчас кубиков с шипами, на самом деле, на поле боя. То есть именно кубиков, которые помогают подавлять большие массы. Но все равно норм. Вот этих побольше будет, наверное, их сперва апну. Но, ребята, у меня тут тоже за поворот, и у него за поворот заглядывают враги. Только у него эта подморозка еще все замедляет. Так что я, если честно, я сейчас сомневаюсь, кто из нас фаворит этого сражения. Хотя у меня тут из-за кубиков шипов ряденькие ряды, а у него так плотничком все идет. Посмотрим, посмотрим. Что, надо что-то с чем-то соединять? Новые кубики выставлять на поле боя. Так, четверку сразу во что-то превращаем. Не будем ее там томить. В этом сейчас нет смысла. Так, ну вот это я надеялся. Ну ладно, вот так сделаем. Вот, кубик роста я надеялся встретить. Ах, слишком поздно. Босс все равно сейчас все поменяет. Так что все вот эти мои кубики роста уходят в никуда. Еще раз я надеюсь, что он поменяет. То, что сейчас я вижу на поле боя, мне не очень нравится. Давай, меня еще раз. Еще. Ах, даже зря я, наверное, соединил вот эту пятерку. Знаете почему? Потому что они тогда могли не успеть его убить, босса. И тогда бы все-таки он поменял еще раз. Может быть мне больше бы кубиков роста выпало. Очень мало... У меня сейчас очень много шестеренок. Это мне не очень нравится. Мне нужны... У меня почти нету кубиков с шипами. Вот они первые появляются. Нормально. Враг не справился с боссом еще лучше. Но это баталия... Это очень затяжная баталия у нас получается. Тут еще бабка надвое сказала. Я... Знаете, иногда бывает, ты играешь с кем-то. Ты там первый уровень... Ну, как бы... До первого босса ты тащишь. Прямо ощутимо ведешь. Враг там еле выживает. До второго босса ты там тащишь. Враг еле выживает. На третьем боссе бах и все. Враг... Ну, допустим, у кого-то больше играет в лейте. И он тебя прищучивает. Надо было даже раньше этот кубик с шипами создать. Так, ну и что мне сейчас соединить? У меня такие все уже соединения мощные. А вот могу. У него все плохо, да? Это очень хорошо, что у вас все плохо. Это единственное, что я могу ему сказать. Но он опять же доживает до босса. Так что с чем, если что, мы можем соединить? Четверки, четверки. Тройка, не с чем. Не мог я увести этот кубик из-под огня. Так, что я могу соединить, чтобы расчистить себе поле сейчас? Четверки могу соединить. Но шипы неохота выводить с поля. Пятерки тоже соединять такое себе. Будем тогда соединять вот эти хамелеончики. А он может сейчас, смотрите, он и с этим боссом сейчас может не справиться. Тем более, смотрите, как хорошо он не справляется с боссом. Тот сейчас ему еще какой-нибудь кубик выведет с поля боя. У него, видите, у него сплошные кубики заморозки на столе получились. А кубики заморозки они не бьют. Ну, короче, он понял. Я, причем, я долг, ну, как бы, я все на свой стол смотрел. Там даже не смотрел, что у врага. А потом поднимаю глаза и вижу, что все мои сейчас какие-то мысли, разглаголствования, они ни о чем, потому что там явное поражение. И у нас, ребята, уже 8 побед подряд. И у меня только один вопрос. Когда же, черт побери, это закончится? Я, ну, а, кстати, заодно мы тут 100 самоцветов берем еще. Но сколько можно побеждать? В поддавки играть я, конечно, тоже не намерен. Но я не думал, что это будет такой длинный выпуск. Ну, и как-то кто-то меня потянул за язык в начале выпуска сказать, что будем снимать до поражения. А поражения не видать. Но сейчас очень хорошее начало у моего соперника. Это очень хорошее начало. Может быть, как-то... Возможно, это хорошее начало. Что-нибудь для нас сначала. Смотрите, у него все в кубиках роста. Сейчас мне будет очень тяжело. Может быть, нас сейчас ждет первое поражение. Ну, серьезно. Начало хуже некуда. А он сейчас еще... Хотя у него, смотрите, у него стол... Ну, у него кубики роста. Они сейчас во что-то переродятся боевое. И тогда он начнет мочить. А я такое ощущение, что... Даже еще не собираюсь. И первый босс Сайленсер. То есть, ну, как бы, против него он хорошо иметь максимально забитый стол. То есть, не торопиться совмещать кубики. И кубики роста мне абсолютно не падают. Вот как бы... У него там уже кубики пятого уровня, четвертого. И при этом стол выглядит таким же забитым, как у меня. А у меня все первого уровня. Так что... Да, стратегия, тактика. Но удача... Тоже много значит, не иначе. Нам сейчас главное как-то отбиваться, ребят. Сейчас у меня много кубиков роста. Они не дают в ДПСе прироста. Но нормально. Сейчас они все переродились. Мы более-менее откидались. С первым боссом мы, конечно, тоже справимся. У него... У него проблема. Его колоды это хамелеоны, да? Видите, они там сейчас много места... Хамелеоны, звезды. Я отказался от этой колоды в ПВП. Они помогают быстро нарастить массу. Но я думаю, в итоге мы его задавим именно из-за вот этого его выбора колоды. Я с такой колодой сам играл. Мне нравилось. Но у нее есть очевидный минус у этой колоды. Потом в итоге у тебя много хамелеонов и звезд на столе, которые тебе не с чем совместить. То есть там звезда четвертого уровня, хамелеон третьего уровня. Плюс звезда первого уровня и хамелеон там четвертого. Ну, короче, я думаю, вы меня поняли, друзья. И получается, что стол забит картами, кубиками, которые ты не можешь соединить и которые не дамажат. Вот из-за чего эта колода... Я, ну, как бы в итоге от нее отказался. От такой похожей на его колоду. И именно это, я считаю, даже... Вот смотрите. Вы сейчас найдете вот прямо четкое подтверждение моим словам. Если я выиграю, вы видели, какое у него было шикарное начало в этой партии. То есть если он его не сможет, да, реализовать... А у меня вот кубики роста вообще не падают. То есть, ну, как бы мне сейчас жутко не везет. Вот, наконец-то, хоть что-то. А как у него все было хорошо в начале. То есть и, как бы, если я в итоге побеждаю, вы видите, да, парню и фартило, и, как бы, и все равно колода не сыграла. Так, дайте мне сейчас срочно хамелеоны 3... Ой, этого кубик роста третьего уровня. Пожалуйста. У меня слишком много хамелеонов третьего уровня. Двушки я сейчас даже какие-нибудь совмещу еще. Да, блин, не везет, ребята, не везет. Что делать? Не, пока что... Пока что, ладно, пока что я не буду их сносить. Какие бы еще двушки совместить в надежде на светлое будущее? Ну, блин... Ох ты, господи, спасибо. Отлично, ребята. А смотрите, у него еще все так плохо. Я даже не ожидал. У него там столько пятерки, тройки, четверки, шестерки. И он все равно ничего никуда у него не едет, ребята. Удивительно. Девять. Девять побед подряд у меня. Я, причем, я думал, я только начинаю играть. Думал, ну, сейчас вот... Опять же, потому что не смотрю, что там у врага творится. А у него все так плохо. С чего бы вдруг? Так, ладно. Продолжаем нашу серию по пибет. Пибеди. Мне нравится. Есть такой проигрок, да, там, типа, где-то в доте или где? Пибеди. Оно так по-русски. Пибеди! Победи! Я представляю, как толпы его болеют. Пибеди! Пибеди! Сейчас у меня неплохое начало. Сразу три кубика роста на поле. К ним еще хамелеон прибавляется. Начало отличное, ребята. У нашего врага ураганный кубик. У нашего врага еще... Вот этот кубик я, если честно, ну, как бы... Я его, не знаю, не разбираюсь в нем, но он вроде неплохой. По крайней мере, всякие колоды, которые раньше там в топе были, они часто с этим кубиком были, именно в PvP колоды. Я не знаю, как он работает. Я его, как бы, не прочувствовал, в чем его прелести, там, нюансы. Он у меня, вроде, даже есть. Но как-то я ему не... Надо сейчас будет проверить, кстати, есть он у меня или нет. Ну, начало, как видите, сейчас за мной. Первый босс тоже для меня очень хорош. Ну, у нашего противника тоже есть кубик роста, так что... Ну, у него точно такая же связка, рост хамелеон, так что для него этот босс первый тоже. Ну, как бы, он зеркально хорош для нас обоих, к тому же вопрос удачи. Кому, как бы, больше кубиков роста выпадет под этого босса, больше хамелеона, в которых можно будет скрестить и, как бы, нарастить точечную массу на ваших кубиках. Сейчас я ничего делать не буду, никакие новые кубики создавать не буду, буду только улучшать те, что уже есть. Именно для того, чтобы побороть первого босса. За 400, думаю, еще улучшить. Хотя, сейчас посмотрим, как он мне первый раз свайпнет кубики. Если хорошо, то сразу влупляем за 400 улучшений. Если плохо, то не улучшаем. Ждем, пока он напоминает кубики второй раз, если повезет. И тогда врубаем улучшение, чтобы быстрее его добить. Так, нормально пойдет. Улучшаем. Даже вот это улучшу, чтобы они быстрее выбили. Вообще, ребята, шикардос, я считаю. Я считаю... А у врага, я смотрю, там полная фигня на столе. И, ну, я думаю, он приплыл. Я думаю, мы сейчас его так задаем мощью, что он познает тяжесть бытия. Я просто словесный понос. Говорю первое, что приходит в голову. Ну, ему реально сейчас будет тяжело, ребята. И вы уже видите, как ему тяжко. А еще даже не все, как бы, кубики роста прореагировали и дали какие-то другие кубики. Сейчас я просто начну давить на него, улучшая уже те, что кубики, что есть. Пока что ничего совмещать не буду. Мне кажется, нам и просто улучшений хватит, чтобы его дожать. Смотрите, у нас сейчас будет какой-то кубик шестого уровня. Самое лучшее будет, если это не будет, хамелеон, потому что его совмещать нам будет не с чем. Еще довольно-таки долго. Да, отлично. Ураганный кубик и... А я сейчас еще ураганные кубики апну и... Ну, что ему сказать? О, у нас, кстати, второй босс тоже, который все меняет на поле боя. Поэтому хорошо, что я не тороплюсь менять, ну, наращивать точечную массу, потому что кубики пока они мелкого уровня, их проще совмещать друг с другом. Пока они не слишком разношерстные. Тут кубик пятого уровня, там шестого. Пока вот они все такие две-две-две-три звезды. Очень хорошо под этого босса подходит. Ну, смотрите, ну, наш противник дожил до второго босса, но он теряет очень много кубиков, которые он мог бы, ну, как бы перевести в золото, но не перевел. Точнее, в золото, в СП. Так, что у нас здесь появляется? Ну, плохо, что у нас хамелеон шестого уровня появился. Как бы фиг знает. Ладно, давайте пробовать что-то из этого накрутить сейчас. У нашего противника, он, видите, он до сих пор не может тут разгрестись. Мы уже тут все совмещаем между собой, смотрим в будущее, а он живет прошлым днем. Он все еще с боссом бьется. Пока мы тут уже, как бы, мы сейчас уже тут почти второй раз успеваем кубики роста перерастить, скажем так. Но он отбился. У нас у всех по три звезды, так что... Ой, по три жизни, так что мы пока его рано списывать со счетов. Но мне кажется, у него все плохо. Так, ну мне пока что вот плохо совместить, нечего так. Приходится трешки совмещать. И шестерик мне этот не нравится. Нам бы что-нибудь другое тоже шестого уровня получить. Двойка, однерка, вот эти двоечки. Слушайте, даже совместить нечего. Четверки придется совмещать, да? Не хотелось бы шипы совмещать. Да и ураганы как-то... Я даже не знаю, что совместить. Ладно, давайте пока что ураган совместим. А можно мог бы ничего не попробовать докопить до босса, чтобы больше вариаций было на боссе. В принципе, нормально. Копим до босса. Даже зря сейчас совмещал. Но, блин, денег у меня. Я не знаю, зачем я это делаю. Но против босса будет проще справиться. Просто я не успеваю тратить. Не успеваю разгрузить стол. Это моя проблема сейчас. Я в каком-то застое нахожусь. Так, ладно, что, успеем убить босса? Или не успеем? Походу не успеем. Может даже стоило... Ну ладно. Сейчас-то мы успеваем, да? Так, что с чем? Ну и что, ребятки? Вы думаете об этом? Сейчас будет интересно. Блин, хамелеон седьмого уровня. Ну что ты будешь делать? Неудача, неудача. Прямо мне сейчас нечего соединить друг с другом. Давайте вот так начну. Однерку оставлю, потому что, да, вот, я именно думал, что первый может кубик роста прийти. Что, шестерки совмещать? Вот так вот, да, можем же сделать. Так будет гораздо лучше для нас всех. Опасно сейчас. Когда слишком много кубиков роста на столе, это значит слишком мало дамажащих. Это тоже опасно, держать слишком много кубиков роста. Так, ну давай так. Слушай, ну тут уже непонятно. Я деньги не успеваю тратить. Вот в чем проблема сейчас моей колоды. Слишком как бы много разношерстных кубиков. Босс-то убьем. Босс-то убьем. Убьем босса или нет? Убейте. Ну уже трудно, да, было? А у него босс был только на середине, заметьте, он убил. А я только уже у ворот. Ему сейчас кубик-морозильник помогает в этом плане. Ну что, ребятки. Не справились? Ну вот, ребятки, поражение. Но это была жесткая, долгая борьба. Как видите, и знаете, ну, просто смотрим на соперника, да? И мне кажется, у меня в начале все неплохо складывалось, да, более-менее, по-моему, вроде же нормально, да, у нас было в начале и кубики роста там нормальные, и на боссах хорошо эти кубики компоновались. На стол врага я в это время не глядел, но мы как бы можем сделать вывод. Денег у меня, кстати, сколько оставалось? То есть я как бы банк более-менее под конец там что-то начинал тратить. Так что, наверное, нельзя сказать, что я там плохо тратился. Ну, может быть, раньше надо было начинать банк тратить. Но надо запоминать колоду врага. Вот, понимаете? 10 побед, и проигрываю я вот этой колоде. Ну, что здесь? Во-первых, здесь вот этот кубик, да? Это как бы аналог моего ураганного, только легендарный, и он гораздо круче. Даже вот если мою колоду заменить, скорее всего, вот этот кубик на вот этот, уже бы я был мощнее. Заморозка... Я даже не знаю, а что у него против толпы? Вот этот кубик, что ли, против толпы помогает сражаться? Ну, вот как бы, ну, видите, у него как-то тяжело ему было, но он справился. Так что, и у него процент побед, 82%, ребят. Так что вот эту колоду берем на вооружение. Надо ее пробовать, надо ее запоминать, потому что именно эта колода справилась с нами. Хотя у нас была там серия побед неплохая сейчас. То есть, есть над чем задуматься. Кстати, еще у меня одна задумчивость. Есть ли у меня... А, у меня все-таки нет вот этого кубика. Вот про этот кубик я говорил, который у нашего врага. Так что, мне пока о такой колоде задумываться рано, потому что у меня этих кубиков, которыми меня победили, их тупо нету. Но, тем не менее, если у вас эти кубики есть, берите на вооружение. Возможно, неплохая колода. А у меня на этом все, друзья. С вами был 11-101. Это были наши долгие, кровопролитные, бесконечные PvP. Пора закругляться. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok